Сегодня про один из лучших билдов для фарма Т17 карт, в котором вы можете игнорировать все атаки монстров и боссов, принимать лицом их обилки и наносить урон, не сходя с места, нажимая одну кнопку. Если вы не кибератлеты, не готовы соблюдая все тактики как ниндзя, уворачиваться от способностей боссов в Pass of Excel, то возможно это сборка для вас. В патче 3.25 была добавлена категория умений ответных ударов, каждый раз когда вы блокируете атаки или чары, у вас появляется окно для прожатия кнопки мощного умения отмщения. Божественное возмездие как раз из этой категории, это чары, создающие удары молнии с небес, каждый такой удар наносит урон в области, все это прекрасно комбинируется с камнем поддержки, каскад чар и его преображенной версией. Божественное возмездие будет многократно повторяться в разных точках, стирая все живое в радиусе экрана от персонажа. Нашей задачей будет собрать огромное количество шанса блока, более 90% для атак и чар, таким образом решая как вопрос выживаемости, так и гарантированного триггера умения возмездия. В итоге мы получаем танка, который специально не отходит от обилок боссов и монстров, а наоборот намеренно их втанковывает и нажимая одну кнопку чистит любой контент. Приятным сюрпризом для меня стало то, что умение отличный урон в одну цель, я знал заранее, что зачистка будет прекрасная, но оказывается тут вполне приличный урон по соло таргету. Дело в том, что удары молнии в области пересекаются в одной точке, а значит однократное прожатие умения бьет цель много-много раз, сколько точно сказать сложно, так как распределение довольно случайное. В этом билде концептуально мне хотелось попробовать совместить несколько идей и механик. Те самые умения ответных ударов, которые только-только добавили. Механику удачливого блока, доступ который сейчас довольно прост, благодаря уникальному щиту свален. Вард, он же барьер, который уже давным-давно в игре и тут наконец-то он неплохо себя может проявить. И восхождение дворянки, она тут отлично вписывается, к тому же ее удалят в пассов XL2, так что я решил отдать ей должное напоследок. У нас тут довольно хитрое размашистое дерево пассивных умений, но дело не только в этом. На приватной лиге я довольно быстро выбил флакон Вера в бутылке с хорошим роллом, а также древний дропнул мне самоцвет глаз хранителя с двойным бонусом урона на освещенной земле. Глядя на Веру в бутылки и на джевол, невольно вспоминаешь инквизитора, но пробитие сопротивлений для инквизитора бесполезно, ведь там ветки критов, резист и врагов всегда равны нулю. А с учетом того, что у меня тут куча сильных уникальных флаконов, как будто хочется их гарантированно поддерживать на боссах. Поэтому сочетание восхождения инквизитора и следопыта у дворянки является идеальным выбором и предоставляет нам все необходимое. Создание и поддержание освещенной земли, что дает нам массу урона благодаря флакону и джеволу, а также самим бонусом этого восхождения дворянки тут еще 8% пинетра и 10% больше урона. У нас также будет кольцо на новой базе из ритуала, 50% снижение эффекта проклятия, мы получаем с него 50% эффекта от освещенной земли. Итого у нас полный иммунитет к любым проклятиям на карте, можно на них вообще не обращать внимания. Ну и на освещенке вы также регенерируете 5% здоровья, само собой. Я тут использую 5 уникальных флаконов сразу, восхождение следопыта вкупе с обмазкой экзарха на нательном доспехе позволяет получать заряды флаконов каждые 3 секунды. Также есть 25% шанс флаконы вообще не потратить при использовании. Снятие кровотечения будет приятным бонусом, а также 10% скорости бега, что всегда отлично, и 10% скорости атаки позволит быстрее перемещаться ударом щита. Дворянка также дает нам 5 дополнительных очков пассивных умений и позволяет разорвать дерево на несколько частей. К дереву пассивных умений мы еще вернемся позже, а пока сразу про те самые флаконы. Никакой волшебной крови тут не будет, у нас другой уникальный пояс, а значит могу себе позволить и 5 уникальных флаконов, почему бы и нет. Здоровье у нас восполняется при блоке и за счет регенерации, да и урон мы почти не получаем, поэтому флакон на хп сразу минус. А билкой мы не спамим, у нее по умолчанию вообще перезарядка 5 секунд, которую мы сокращаем до полутора секунды. Ну, в общем, в любом случае жмем не так часто умения, а значит мана уходит медленно, и мана при блоке и регенерации хватает, поэтому флакон маны тоже минус. Первый уникальный флакон это вера в бутылки, больше шанса критического удара, и противники на освещенной земле получают больше урона. Второй крайне важный флакон это вкус ненависти, обратите внимание, наше умение божественное возмездие по умолчанию наносит физический урон, который уже потом конвертируется в стихию, а значит все прибавки экстра урона из физики в стихию крайне важны, тут 15%. Также дает повышение максимальных сопротивлений к холоду, избегание стихийных состояний и конвертирует получаемый урон огнем и молнией в холод, что теоретически позволяет разгонять одно максимальное сопротивление к холоду. Самый дорогой тут уникальный флакон это прогинес, падает супер мейвен, это самая дорогая часть билда, дает много выживаемости, откладывая часть получаемого урона в виде постепенки. Покупаете по возможности, можно временно заменить обычным алмазным флаконом для повышения шанса критического удара. Четвертый уникальный флакон это сосуд вингтера, накладывает на всех монстров 10% шока, дает пробитие сопротивлений молнии, повышает максимальное сопротивление молнии и дает похищение здоровья, что лишним не будет. Пятый самый неочевидный флакон это переполненная чаша, уж этот флакон я думаю вы сами выбиваете постоянно, очень-очень дешевый, но у него есть разброс характеристик, нам желательно получить флакон с максимальным роллом. Увеличивает получение зарядов другими флаконами на 100%, а это значит, что мы удваиваем получение зарядов не только за убийством монстров, но и те заряды, которые получаем каждые 3 секунды. В итоге у нас практически 100% оптайм флаконов, в том числе на боссах, обратите внимание, из-за восхождения следопыта у дворянки мы имеем 25% шанс не потратить заряд флакона при использовании, а это значит, что крафт автоматического прожатия при получении максимума зарядов не подходит, вместо этого автоматизируем флаконы на прожатие по окончанию времени действия. Таким образом в каждой новой области вам нужно запустить 4 флакона вручную, далее они уже прожимаются сами. Переполненную чашу мы крафтим растопляющей сферой на снижение используемых зарядов, в таком случае у нас будет 2 ее прожима. Вот это единственный флакон, который нужно будет нажимать руками по окончанию. Также в теории сюда можно добавить какой-то железный флакон, как уникальный, так и обычный, ведь они помимо своих основных эффектов дают еще барьер, но я не нашел для них слота. Теперь да, подробнее о том, почему здесь используется барьер и чем он так хорош. Для начала немного базы. Барьер это защитный купол, который защищает вас от урона на один удар, то есть неважно какой будет размер урона, хоть одна единица, барьер будет разрушен. Если у вас, как у меня, 4000 барьера, это значит, что он может поглотить один удар, урон которого будет в диапазоне от 1 до 4000. Оставшаяся часть урона будет уже бить по здоровью или энергетическому счету. Барьер восстанавливается каждые 2 секунды мгновенно и полностью, вы можете ускорить его перезарядку благодаря предметам экипировки. Я его ускорил до 1,3 секунды, но можно сделать и меньше, 0,8 или 0,5. Прелесть барьера в том, что он отлично сочетается с механикой блоков. Когда вы блокируете и полностью поглощаете урон, барьер не разрушается, но если вы пропустите удар, то как раз эту тычку барьер позволит поглотить. Это прекрасно синергирует с механикой удачливого блока и щитом свален. Щит сам дает по себе 150 единиц барьера, кстати, его это значение разгоняется бонусами увеличения получаемой защиты от щита, вот например на этом узле дерева пассивок. Но ценим мы свален, конечно, не за это, а за то, что он делает блок удачливым. Это значит, что проверка на блок выполняется дважды, вы пытаетесь заблокировать первый раз, если шансы не срабатывают, проверка повторяется. В качестве штрафа свален снижает максимальный шанс блока на 10%, то есть он становится 65% как для атак, так и для чар, но на дереве мы легко получаем еще плюс 5 к максимальному шансу блока. И при 70% макс блока и двойной проверке на него математически у нас становится целых 91% шанса блокировать удар монстра, будь это опять же атаки или чары, неважно. Ну единственное, конечно, нужно будет собрать этот шанс блока, то есть нужно будет на дереве его подсобрать в экипировке и так далее. Представьте, по нам прилетает только 9 попаданий из 100, и чтобы не умереть от этих 9 попаданий, вам и нужен барьер, он прекрасно впитывает урон в себя, ну и конечно же прекрасно действуют прочие эффекты снижения урона, будь это заряды выносливости, броня, уклонение, энергощит, подавление урона от чар, здоровье и так далее. У меня получилось собрать 4000 барьера, основное количество дарят нам уникальный пояс рубеж Инды, точим его катализаторами на защиту, после этого 60% уклонения и брони с нательного доспеха становится барьером. Наша задача скрафтить нательный доспех, на котором будет очень много и того и другого, я сам себе скрафтил на приватке вот такую зверюгу, тут 5400 брони и уклонения суммарно, не говоря уже про то, что там есть другие классные характеристики. 60% от 5500, это 3240 плюс сда барьера, ну и остальные 800 единиц мы получаем уже от щита, а также от перчаток и сапог. Про рубеж Инды стоит также сказать, что у него ужасное собственное свойство, которое так и просится на сквернение и замену. Лучше всего коптить у Альвы, на поясах очень много полезного, в идеале получить осквернение на шанс крита, множитель крита, скорость бега, ну или хотя бы на усиление эффектов аур. Я распылил очень много поясов, безуспешно, так и не смог получить нужное осквернение, надеюсь вам повезет больше. Итак, барьер есть, свален есть, осталось собрать побольше блока на дереве пассивных умений. Кроме того, нам нужны все возможные прибавки области действия, чтобы лучи от умения Божественное Возмездие наносили урон одной цели множество раз. Стартуем с нижней точки у дворянки и через сопротивление размещаем в гнезде самоцвет сила кротких. Он усиливает эффект всех малых пассивок в радиусе в полтора раза. Это значит, что тут мы получаем по 7% здоровья с мелких нодов вместо 5, 12% увеличения урона вместо 8, 18% области действия вместо 12, 4% шанс блока вместо 3, ну и так далее. Во втором гнезде самоцвета я тут поставил глаз хранителя на бонусы урона под фанатизмом. Далее довольно рано можно пойти в сторону жреца, по дороге взяв ключевое умение Железная Воля, чтобы бонусы силы давали нам увеличение урона от чар. Тут же сильнейшее мастерство маны даст нам 40% увеличение длительности нашего защитного умения Стальная Кожа и само мастерство 12% снижение удержания маны. Сначала двигаемся к жрецу простым путем, добирая там бонусы здоровья, увеличение урона стихиями, снижение резервации маны и шанс блока чар. На мастерстве блока я так и оставил получение здоровья и маны при блокировании, позволяя быстро отказаться от флакона маны. Также добираем мастерство здоровья на 15% перевода монокостов в траты здоровья. Умение ответных ударов очень прожорливы по мане, так что вначале тут тоже берем узел на ответный удар и мастерство на 40% снижение их монокостов, в дальнейшем скидываем, добирая это мастере в нижней части дерева. В топе нас также интересует узел критов и стихийного урона, там берем мастерство на 25%, шанс инвертировать сопротивление противников, крайне важно, так как снижать резисты монстрам мы не будем. В какой-то момент мы начнем удерживать наше здоровье, тут важно будет взять мастерство снижения резервации хп на 20%, после этого сразу же стоит устремиться к ключевому мнению вдохновения болью. Таст 30% больше урона от чар. По дороге получаем там приятные бонусы для шанса крита, здоровья, скорость бега и ставим желтый самоцвет с иммуном к искверненной крови, крайне важно, так как снимать ее нам будет нечем. Не стоит при этом пошагово повторять прокачку дерева в такой последовательности, будем балансировать вокруг набора шанса блока атак и чар, для этого уже довольно рано нам нужно будет взять вот этот узел, тут не только 8% блока, но и разгон барьера со щита на 150% суммарно. Рядом ключевое умение несокрушимость, его стоит взять пораньше, чтобы не получать оглушение во время блокирования. Тут же самоцвет чистый талант, его ставим уже после 4 лабиринта, когда сделаем респект дерева от стартовой точки жреца с последующим разрывом его посередине. Чистый талант даст нам 25 ко всем характеристикам и также 5% пробития стихийных сопротивлений. В нижней части дерева нас интересуют два узла на умение ответных ударов, на большом получаем снижение перезарядки умения, набор свирепости и мастерство на изнурение противников. Это снижает весь получаемый нами урон еще на 10%. Второй узел дает огромный бонус к области действия и именно тут мы берем 40% снижения монокоста после сброса и респекта дерева. В остальном тут сильнейший узел на блоке, 20% шанса блока атак и 5% к максимальному шансу блокировать. Дополнительный шанс блока получаем и от второго узла, там же есть получение заряда выносливости после убийства монстров. Самоцвет вал, блистательное тщеславие, я размещаю в области темплара, тут нас интересует вариант под дыряни, с ним мы получим много энергетического щита, который не только добавит живучести, но и самое главное позволит применять морозный щит. Мы 90% времени стоим на месте внутри купола, он защищает нас от лишнего урона, снижая риск ваншота. Также морозный щит дает бонус к шансу критического удара. В радиусе нас тут интересуют бонусы к шансу блока, увеличение урона от чар и конверт физики в стихии минимум 10%. Мой номер самоцвета 3004, он неплохой, но не оптимальный. Видите, вот тут эти кругляшки, здесь можно получить много полезного, например, на самоцветах 73-16, 43-58 и 50-15. Вот теперь стоит еще раз подробно поговорить про наши умения ответных ударов, божественное возмездие и про конверт физического урона в стихийный. Базовый урон этими чарами физический, в самом камне 50% встроенного конверта в молнию, остальные 50% на первых порах проще всего взять камня поддержки физический урон в молнию. На этом суппорте не так много урона, поэтому по мере развития билда мы поступаем следующим образом. Крафтим на перчатках на станке 25% конверта физики в одну из стихий, добавляем обмазку пожирателя миров, минимум еще 15%, если сделали 10, попробуйте кинуть в перчатки сферу вражды. И оставшиеся 10% конверта добираем на самоцветии легиона как раз. Таким образом можно взять камни поддержки, наиболее полно разгоняющий урон умения. Сам камень божественное благословение в идеале 21-23, но можно и просто 21-20, уровень камня дает здесь довольно много урона. Каскад ЧАР сначала обычный, потом пробужденный, для того чтобы дублировать умения еще в 4 точках, больше ударов по области, лучше зачистка и больше попаданий по одной цели. Искусная расплата, обязательно здесь камень поддержки, очень сильно сокращает перезарядку умения, только в связке с этим суппортом умения начинает наносить адекватный урон, в идеале тоже камень 21-23 нам нужен. Пробужденный урон огнем, добавляет экстра урона от физики в виде огня, и их пробужденный как раз версии на пятом уровне дает плюс 1 к уровню камня умения. Пробужденная концентрация стихий, больше урона стихий, мне аналогично на пятом уровне камня, плюс 1 к умению в основной связке. Замыкает все это три единства, мы тут используем механику тринити по очевидным причинам. Базовое умение физический урон наносит, его легко конвертировать во что-то нужное нам и разгонять экстра урон от физики в стихии. Делаем так, чтобы самый высокий верхний урон был у молнии, огонь и или холод находились где-то посередине. Следим за тем, чтобы сектора три единства в левом верхнем углу экрана заполнялись полностью. Если что-то не работает, то попробуйте, например, поменять 25% конверта на перчатках в другую стихию. Физику как экстра урон стихими мы будем разгонять еще за счет умений, резервирующих ману. Аура холодная ненависть дает до 40% экстра урона холодом, вестник пепла более 20% экстра урона огнем, а также улучшает зачистку. Ну и фанатизм нужен, конечно же, не только для создания освещенной земли, эта аура также дает больше урона чарами и повышает шанс критического удара. Чтобы все это влезало по мане, линкуем с камнем поддержки наставник минимум третьего уровня. Здоровье у нас удерживает щит бури, дает более 25% шанса блока чар, а также иммунитет к шоку. Нам важно резервировать более половины здоровья, поэтому здесь еще есть аура живучей с 21 уровня. Все это связано с камнем поддержки занощивость. Единственное наше проклятие это метка убийцы, тут все очевидно, много шанса и множители крита. Дополнительное умение обороны, стальная кожа и морозный щит в связке с камнем продления находятся в ботинках, сама эта стальная кожа активируется у нас автоматизацией, не нужно отвлекаться. Свален при блоке автоматический триггерит очищающая пламя для создания дополнительных областей освещенной земли и получения зарядов энергии при крите. Сюда бы еще добивания добавить, но мы будем высыхать по мане, поэтому я поставил в связку жизнеотвод. Ну а для передвижения у нас удар щитом с ускорением атак, а также ледяной скачок для перепрыгивания препятствий. Ключевые уники это свален и рубеж инды, про них как и про уникальные флаконы подробно поговорили отдельно. А теперь давайте по остальным слотам пройдемся. Палку крафтим сами, для этого нам нужны два скипетра, один под влиянием веритании, другой под дроксом. Ролим на каждом максимальный тир экстра урона от физики в стихию, проверяем, что нет других свойств влияний и соединяем вместе с помощью сферы пробудителя. Далее наша задача почистить суффиксы, через рецепт префикса нельзя изменить и сферу очищения. После этого убедиться, что есть свободный префикс, если нет, то придется рисковать и удалять сферы отмены или зверем в бестиарии. Далее докрафчиваем через верстак, в описании оставлю ссылку на таймкод с крафтом этого скипетра. В дальнейшем в свободный суффикс добавляем в бестиарии дух паука 30 уровня, он дает еще 20% больше урона. Пока не скрафтили сильный рарный скипетр, можно побегать с любой другой палкой на спелл урон, либо с уникальным скипетром темный провидец. У нас тут есть еще один очень дешевый уникальный предмет на торговой лиге, это шлем суперпожирателя Ненасытная Страсть. С ним у нас постоянно будет 30 свирепости, эффект который дает 30% больше урона от чар. Такие шапки по кд оскверняют, я думаю они даже с хорошими караптами дешево стоят, в моем случае это плюс 2 к камням. Нательный доспех с большим количеством брони и уклонения, в текущей лиге очень хорошие рарки привозят на корабле при отправке орехалковой руды. В моем случае я как раз докрафтил такую, полностью поменяв суффиксы на снижение получаемого физического урона и сопротивление хаосу. Обмазки здесь на получение заряда флаконов, можно даже 2 заряда получать каждые 3 секунды, но тут нужно очень много превосходных угольков экзарха и сфер вражды. Пожиратель дает здесь либо шанс блока недостающий, либо конверт входящего физического урона в стихию. Отличной барьерной экипировки на трейде сейчас также предостаточно, ботинки в чистом виде были получены при отправке висмута в порт Калгуура, на них важно получить ускорение перезарядки барьера. В обмазках экстра урона от пожирателя и избегание заморозки от экзарха. Перчатки можно получить по аналогичному принципу, я же сделал чуть по другому, крафтил их сущностями на шанс крита, в итоге оставил вот такие. В префиксе со станка добавил конверт физического урона в стихии, также конверт получил с хора пожирателя миров, а экзарх тут дает обескураживание, эффект предоставляющий 10% больше урона от чар. Амулет покупаем с множителем и шансом критического удара в суффиксах, и минимум плюс один к камням в префиксе для разгона уровня основного умения. У меня была ужасная база амулета на плоскую регенерацию здоровья, но благодаря стримерскому клиенту я превратил амулет в талисман в зверинце. В итоге я получил талисман на базе множителя крита, и после этого уже ловил порочными катализаторами там качество на разгон амплитуды критических модификаторов. Маслом мажем харизму для того, чтобы все умения влезли по маням. Кольцами добираем недостающие сопротивления и ловкость. На первое время для урона можно использовать уникальное кольцо Дары Небес. Дает очень много дэмэджа, но при этом никаких защитных статов. Также обратите внимание, как я уже говорил, у меня тут база кольца из ритуала на снижение эффектов проклятий, чтобы вкупе с освещенной землей получить к ним полный иммунитет. Был план еще время от времени свапать его на уникальное кольцо Злобный Обличитель, который позволяет призывать дополнительных монстров вокруг цели для более простого триггера блока, но по факту я его ни разу не использовал даже на боссах, неудобно, да и не нужно вроде как в принципе. Как и любой блокер, мы уязвимы к постепенному урону, поэтому стараемся в лужах не стоять. Чтобы упростить задачу, берем пантеон Аркайля, снижает постепенный урон и скидывает с нас негативные эффекты чуть раньше. Малый пантеон Аберата позволяет нам спокойно стоять на горящей земле и нивелирует эффекты поджога. Выводы я озвучил уже в самом начале. Если вы ищете простой билд, который вам позволяет АФК оттанчить боссов, бегать любые тиры карт, включая Т17, не переживая за живучесть, или фармить какой-нибудь ультиматум, то Божественное Возмездие отлично для этого подходит. Не знаю, что будет с уникальным щитом свален в будущем, станет он более редким или его может просто подрежут, но вот удалять наверняка не станут. Поэтому берем на вооружение, как и механику барьера с ответными ударами, играйте этим достаточно кайфово, вы можете смело сказать монстрам, теперь я тут босс. Спасибо за просмотр этого видео, с вами был Кардиев, увидимся на трансляциях, пока.